Израиль призвала отправить в отставку главу ООН. Кремль проведет розыгрыш квартир перед выборами, а сыну Адама Кадырова вручили орден. Привет, меня зовут Анна Ривина, это новости в воздух на Ходорковский лайф. И вот главные новости к этому часу. Армия обороны Израиля сообщила, что за прошедшие сутки атаковала сотни военных и гражданских объектов, которые контролируют боевики Хамас. По данным Цахала, в ходе атак были уничтожены объекты инфраструктуры группировки, включая туннели, военные штабы, склады оружия и пусковые позиции. Представители Хамас, в свою очередь, сообщили, что за минувшую ночь в результате израильских ударов погибли по меньшей мере 80 человек. Были ли погибшие боевиками или мирными жителями, в сообщении не уточняется. Армия обороны Израиля заявила, что в результате авиаудара по сектору Газа был убит командир батальона Хамас Северный Хан Юнист Тайсир Мубашер. Кроме того, Цахал сообщила о нанесении ударов по нескольким военным целям на территории Сирии. Это произошло после того, как оттуда были выпущены ракеты по населенным пунктам на Голландских высотах. Восемь грузовиков с водой, продуктами и медикаментами прибыли в сектор Газа из Египта поздно вечером во вторник. Это четвертая партия гуманитарной помощи, прибывшая в анклав с момента начала войны с Израилем. В сообщении палестинского красного полумесяца уточняется, что в пяти грузовиках была вода, двух продуктов питания, в одном лекарство. МИД Израиля призвал к отставке генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша. Это произошло после того, как Гутерриш заявил, что нападение Хамас на Израиль, цитата, возникло не на пустом месте. Представитель израильского МИДа Леор Хаят сказал, что тем самым Генсек ООН выступил с оправданием терроризма. Он заявил, цитата, «вместо того, чтобы встать на сторону жертв, он обвинил самих жертв в зверствах, которых не было со времен Холокоста». Паспред Израиля в ООН Гилат Эрдан написал в CTX ранее твиттер, что генеральный секретарь, который, цитата, «с пониманием относится к массовым убийствам детей, женщин и стариков, не подходит для руководства ООН». После такого заявления Гутерриша Израиль не будет выдавать визы представителям ООН. Об этом также заявил паспред Израиля в организации. По въезде в Израиль, по словам Эрдана, уже отказан заместителю Генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу. Гутерриш уже попытался смягчить свое заявление. Он написал в соцсети, что, цитата, «недовольство палестинского народа не может оправдать ужасающее нападение Хамаса». Добавлю, что число погибших россиян в результате нападения Хамас на Израиль выросло до 23 человек. Это следует из данных МИД Израиля. Еще четверо числятся про вашем без вести. В Милицкой области Украины 16 человек получили ранения из российской атаки дронами шахет. По словам главы МВД Украины Игоря Клименко, жители города Славут и Нетешин пострадали от падения обломков дронов и взрывной волны. Кроме того, армия России атаковала Херсонскую область 13 управляемыми бомбами, ракетой и беспилотником шахет. Об этом сообщил глава обл. администрации Александр Прокудин. Он рассказал, что на месте одного из прилетов, вероятно, под завалами находятся люди. Ну а Министерство обороны России утром опубликовало видео, на котором, как утверждается, показан визит Сергея Шойгу в зону боевых действий. Министр якобы приехал на передовую и проверил пункт управления группировки «Войск Восток». В предыдущий раз Минобороны сообщала о поездке Шойгу в зону боевых действий в Украине в августе. Кремль проведет масштабный розыгрыш квартиры, путешествий по стране среди российских семей. Все для того, чтобы укрепить любовь к Путину накануне выборов. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на источники. Как указывает издание, власти превратят кампанию по переизбранию Путина в череду праздников. Они начнут с розыгрыша жилищных сертификатов, поездок по России и других призов. Все это будет называться конкурсом призов «Это у нас семейное». Формально он никак не связан с выборами, но его основные этапы удачно совпадут с президентской кампанией Владимира Путина. Его старт назначен на 4 ноября. В тот же день на ВДНХР откроется форум «Россия». Как сообщалось ранее, о старте своей президентской предвыборной кампании Владимир Путин может сообщить именно там. Для победы на дистанционном этапе семьи участников должны будут выполнять, цитата, «добрые дела», заниматься спортом, узнавать историю своей семьи и создавать поводы для семейной гордости. Как утверждают источники «Медуза», цель конкурса – поддержание фонового оптимизма. Создать мнение, что все идет по плану, что развитие есть, что позитив побеждает, стабильность по-прежнему с нами. А страна развивается в правильном направлении. Глава Татарстана Рустам Манихана вручил 15-летнему сыну главы Чечни Адаму Кадырову орден «Дуслык». Это вторая по значимости награда в республике. Первому награждению сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов. Наградой Адам Кадыров удостоился за, цитата, «значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия». Как именно Адам Кадыров укрепляет связи между конфессиями, непонятно. Но 25 сентября глава Чечни выложил видео, на котором Адама сбивает волгоградца Никиту Журавеля, задержанного по подозрению в сожжении Корана. Рамзан Кадыров тогда одобрил поступок сына, а вскоре Адаму Кадырову присвоили звание Герой Чечни. Теперь Кадыров опубликовал видео нового награждения. Примечательно, что власти Татарстана до сих пор не сообщили ни слова о вручении ордена сыну Кадырова. Генеральная прокуратура России вновь отказалась утвердить обвинительное заключение по делу об убийстве Михаила Хачатуряна. Об этом сообщает издание «Коммерсант». Дело в отношении старших дочерей Кристины и Ангелины опять затягивается. Следователи, которые уже более пяти лет разбираются в обстоятельствах этого преступления, попросили уточнить мотивы девушек. В постановлении прокуратура указывает, что обвиняемые подвергались жесткому обращению, насилию в том числе сексуальному, поэтому находились в травмирующей ситуации. В 2019 году генпрокуратура также отказывалась утвердить обвинительное заключение по этому делу. Сестер Марии, Ангелину и Кристину Хачатуряна обвиняют в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна в 2018 году. На тот момент им было 17, 18, 19 лет соответственно. Защита настаивает, что они действовали в рамках необходимой обороны. В марте 2021 года против Хачатуряна посмертно возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера, причинении тяжкого вреда здоровью и распространении порнографии. Его дочери признаны потерпешивыми по этому делу. Теперь им придется ждать решения Бутырского суда, которое рассматривает это дело. Напомню, один из адвокатов, сестер Хачатуряна Алексей Липцер, который также защищал Алексея Навального, сейчас находится в СИЗО по так называемому экстремистскому делу. Тем временем на детского психолога Людмилу Петрановскую составили протокол о дискредитации армии. Донос на Петрановскую написал активист Виталий Бородин. Об этом сообщает ТАСС. Он потребовал проверить известного детского психолога на предмет иностранного финансирования. Что именно послужило причиной такого обращения, неизвестно. Как настаивает Бородин, Петрановская поддерживала Украину еще с 2014 года, утверждая, что угрозы русскому языку там нет. А с началом полномасштабной войны она резко ее осудила. Сейчас Петрановская написала у себя в телеграм-канале, что находится в рабочей поездке не в России. Непосредственной угрозы для себя она не видит. Редактор субтитров А.Семкин